Привет! В ходе этого урока мы с вами разработаем основной дизайн для нашей будущей игры, а также немного разберемся с самой программой. А перед началом я бы хотел порекомендовать сайт itproger.com. На этом сайте вы найдете код, домашние задания и много другой полезной информации. Ссылка на этот урок на сайте будет в описании к этому видео. Переходите, не пожалеете. При первом открытии программа Visual Studio может показаться слишком сложной из-за обилия различных вкладок. На самом деле здесь не все так сложно и давайте вкратце пробежимся по некоторым основным вкладкам. Первая вкладка, с которой мы будем работать это вкладка конструктор. По сути это вся основная часть нашего проекта. Здесь представлен дизайн для нашего приложения или же для игры. Этот дизайн вы можете менять, можете сюда перебрасывать новые элементы, ну и формировать ту игру или же то приложение, которое вы захотите. Также тут есть вкладка обозреватель решений. Здесь будут представлены полностью все файлы, что относятся к вашему проекту. В частности тут же и есть наша основная формочка. Вот этот файл здесь представлен. Чуть ниже мы найдем вкладку свойства. В этой вкладке будут представлены полностью все те свойства, а также полностью все те события, которые относятся к текущему выбранному элементу. Сейчас я выбрал элемент, это вся формочка, поэтому свойства показываются именно для этого объекта. В будущем поперетаскиваю новые элементы и для новых элементов также смогу проставлять различные свойства или же события. Ну и еще одна важная вкладка, с которой мы будем работать, это вкладка панель элементов. Я ее давайте даже здесь закреплю. В этой вкладке находятся полностью все те элементы, которые мы можем перетаскивать на наш проект и тем самым мы будем создавать тот дизайн, который мы захотим. Если же какая-то вкладка у вас сейчас закрыта, то любую из этих вкладок вы можете открыть через меню вид. Здесь есть все те вкладки, про которые я только что рассказывал. Теперь же давайте мы приступим к разработке нашего проекта. Первое, что я предлагаю сделать, так это поработать с самой формочкой. Мы выбираем просто сам этот объект и переходим в свойства. Здесь меня в первую очередь будет интересовать такая вещь, как, пожалуй, размеры самого окна. Тут мы можем раскрыть, в принципе, сайз и можем установить как ширину, так и высоту. И вот давайте я сейчас укажу то, что ширина у меня пускай будет как 840 пикселей, а высота у меня пускай будет как 650 пикселей. Здесь же мы еще можем указать Start Position. В нем мы указываем, где конкретно у нас будет располагаться окно при запуске всего проекта. Сейчас у нас окно будет располагаться в каком-то случайном месте, когда мы будем запускать проект. Я же хочу указать то, что наше окно, оно пускай будет располагаться идеально по центру всего экрана. Поэтому Start Position указываю как Center Screen. И также мы давайте дополнительно сразу же с вами еще укажем такое свойство, как Form Border Style. За счет него мы можем указать, какая обводка будет у нашего окна. Сейчас у нашего окна идет стандартная обводка, то есть есть вот эти вот кнопки, есть какая-то иконка и подпись. Я же хочу сделать так, что наше это окно, оно не будет иметь вообще никакую обводку. Поэтому Form Border Style я указываю как None. И теперь у нас нет никакой обводки. И вот так вот выглядит наше окошко. И сейчас при запуске проекта вы заметите, что у вас будет открываться вот такое вот белое окошко. Оно открывается идеально по центру. У нас нет возможности закрыть это окно и нет возможности переместить это окно в какую-то другую точку. Ну то есть это просто такое статичное окошко без каких-либо функций и оно открывается по центру. Чтобы нам остановить всю программу, можем остановить ее через Visual Studio, что я как раз и делаю. Кстати, если вдруг при запуске проекта сейчас уже возникает ошибка, то скорее всего ошибка связана с антивирусником. Отключите его на время, пока вы разрабатываете проект. Иначе у вас могут возникать проблемы. Итак, теперь мы давайте с вами сделаем так, что при нажатии на клавишу Escape мы с вами будем в автоматическом режиме полностью выходить из нашего приложения. Давайте добавим вот такой вот функционал. Для этого мы опять же выбираем наше окошко. Далее мы переходим на вкладку события. И тут нас интересует такое событие, которое называется как KeyPress. Вот это событие здесь представлено. Чтобы нам создать само по себе это событие, мы просто два раза на него нажимаем. После чего у нас сюда прописывается название функции, которая будет вызываться при нажатии на любую клавишу. И далее сама эта функция, она создается у нас здесь в классе. В классе, который отвечает за, по сути, вот эту вот формочку. И тут же в этом методе мы должны прописать с вами следующее. Мы просто будем отслеживать, на какую клавишу нажимает пользователь. Если он нажмет на клавишу Escape, то мы будем просто полностью закрывать все наше приложение. Чтобы нам такое отследить, мы прописываем условие. И в этом условии мы обращаемся к такому параметру, как i. Этот параметр, он сюда передается. И, по сути, в этом параметре записывается полностью вся информация относительно события, которое произошло. В нашем случае относительно, по сути, той кнопки, на которую было нажито. Итак, здесь мы просто обращаемся к этому параметру. И далее мы обращаемся к такому значению, как KeyChart. То есть мы сможем понять, на какую же клавишу пользователь нажал. И вот если пользователь, он нажал на такую клавишу, клавишу мы берем из перечисления Keys. И если это такая клавиша, как Escape, то мы будем полностью выходить из программы. Единственное, что сейчас такая проверка, она будет выдавать ошибку. Так как вот это вот значение, которое мы здесь с вами получаем из перечисления, это значение нужно привести к такому типу данных, как Char. Поэтому перед перечислением прописываем еще приведение типа, а именно приведение к такому типу, как Char. Ну и теперь далее все, что нам необходимо сделать, так это обратиться к текущему классу. То есть мы прописываем This и далее мы прописываем такую функцию, как Close. То бишь мы закрываем текущее окно. Таким образом, каждый раз при нажатии на клавишу Escape мы будем выходить из приложения. Если теперь запустить программу и далее нажать на клавишу Escape, то мы заметим, что программа корректно у нас закрывается, все обрабатывается без ошибок. Теперь давайте поработаем над общим дизайном для нашей будущей игры. В частности, я хочу добавить некое изображение на задний фон, а также хочу добавить изображение для основной машинки в нашей игре. На самом-то деле, все эти изображения вы можете скачать с интернетом. Можно использовать абсолютно любые изображения, как для заднего фона, так и для основной машинки. Я уже изображения заранее скачал, они у меня уже есть на компьютере. Это такое вот изображение заднего фона, сейчас оно загрузится, и такое вот изображение машинки. Именно эти изображения я и буду использовать. Если же вы хотите использовать точно такие же изображения, то вы можете их скачать с сайта itproger.com. Ссылку на урок на сайте я оставлю в описании к этому видео. Сейчас же мы с вами сделаем вот что. Мы с вами давайте найдем такой объект, который будет называться как PictureBox. Вот такой вот объект. И этот объект мы просто сюда его добавляем. Теперь вот здесь сразу же мы можем нажать на такую вот стрелочку, после чего сможем выбрать изображение. Или же можем просто отметить этот объект. И далее уже здесь через свойства мы можем найти такую вещь, как BackgroundImage. Такое свойство. И тут мы точно то же самое можем добавить некое изображение. Так вот, давайте одним способом воспользуемся. Здесь мы выбираем локальный ресурс, нажимаем Import. И далее мы выбираем в качестве изображения, это изображение заднего фона. Ну и просто нажимаем на ОК. И теперь к этому изображению мы сразу же можем установить какие-то другие размеры. Для этого выбираем PictureBox, здесь находим Size. И тут в качестве размеров мы давайте укажем, что по ширине это будет 840 пикселей. А по высоте мы укажем 650 пикселей. Точно такие же размеры у меня и для самой формочки. То есть я уже заранее подобрал это изображение, поэтому такие вот размеры тут повсюду устанавливаю. Ну и теперь мне необходимо сделать так, чтобы это изображение, оно еще как бы идеально находилось, идеально покрывало наш задний фон, нашу вот эту вот формочку. Чтобы мне это сделать, мне необходимо вот тут еще найти такое свойство как Location. И тут мы укажем, что наше изображение, его координаты будут начинаться по нулям. То есть наше изображение, оно будет идеально начинаться с вот этой вот точки. Ну и получается, что теперь это изображение полностью перекрывает весь задний фон, который был у нас на формочке. Теперь же следующее, что мы с вами сделаем, это мы давайте добавим еще один PictureBox. И в этот PictureBox мы добавим другое уже изображение. И это будет изображение нашей машинки. Вот таким вот образом. Нажимаем ОК. Тут же мы сразу можем указать режим изменения размера. И я предлагаю вам указать то, что здесь у нас будет Stretch Image. Что такое Stretch Image? Это получается такой формат, когда у нас изображение будет сжиматься до тех размеров, которые у нас указаны в самом PictureBox. То есть я вот сейчас могу менять размеры PictureBox. И у нас изображение тоже, оно как бы подтягивается под эти размеры. В общем, выглядит неплохо. Ну и тут мы давайте с вами сделаем сейчас то, что мы, во-первых, поменяем размер для самого этого все-таки объекта. Я укажу, что размеры здесь у нас будет пускай как 128 на 128 пикселей. Вот такое вот у нас будет изображение. И также мне необходимо указать то, что как бы задний фон этого изображения, он у нас пускай будет как Transparent. Transparent с английского это прозрачный. И именно такое значение мы тут и устанавливаем. И вот после добавления значения Transparent мы все равно замечаем, что наша машинка, конкретно это изображение, выглядит не особо здорово. Так как мы имеем все равно вот эти вот белые контуры. Поэтому, чтобы нам избавиться от этой проблемки, мы давайте сделаем следующее. Для начала отодвигаем немножечко наш PictureBox, вот этот задний фон. Я это делаю для того, что я хочу обратиться к нашей формочке. Ну и это единственный способ, как я могу нажать на эту формочку. То есть отодвинув PictureBox. Так вот, теперь нажимаю на просто формочку. И здесь я могу установить тоже Back Color. К сожалению, здесь я не могу установить значение Transparent. Это значение оно не устанавливается для формочки. Видите, он говорит, что это недопустимое значение. Но я могу установить какой-то другой цвет, например Color Dark Dark. И мы замечаем, что как только я меняю тут задний фон, для этой машинки тоже задний фон по сути меняется. И вот вроде уже как бы выглядит неплохо, но до сих пор хотелось бы немножечко чего-то лучшего. Поэтому мы давайте с вами еще сделаем то, что мы для нашей формочки установим тоже Background Image. То есть некое изображение на задний фон. И тут я просто нажимаю на три точки, выбираю локальный ресурс, импорт. И в качестве изображения на задний фон я добавляю сюда, ну, ту же нашу картинку. И теперь, когда мы с вами вернем еще вот этот Picture Box на начальные координаты. Давайте это мы с вами как раз и сделаем. Тут просто укажем, что у нас 0 и 0 будет. То теперь мы замечаем, что наша машинка, она выглядит полностью корректно. То есть все теперь выглядит так, как мы того и задумывали. У нее есть некий прозрачный задний фон и все очень даже неплохо смотрится. И сейчас вы еще можете задать логичный вопрос, а зачем же мы добавляли вот этот отдельный объект Picture Box, если можно просто сразу картинку поместить на основную формочку. Все дело в том, что мы добавили этот отдельный Picture Box по причине того, что я хочу создать эффект как бы движения машинки. А чтобы мне создать эффект движения машинки, я просто через код буду вот этот объект Picture Box постоянно как бы двигать вниз. И поскольку это движение, оно будет плавным, поскольку оно будет постоянным, то будет создаваться такой визуальный эффект, как будто наша машинка, она двигается. Это мы уже будем делать в следующем уроке и там вы более детально поймете, о чем я говорю. Но просто если бы мы не добавили этот Picture Box, не добавили бы этот отдельный объект, то выполнить эту анимацию, выполнить этот эффект передвижения мы бы не смогли с задним фоном для основной формочки. То есть нам нужен просто отдельный объект, чтобы выполнять вот эту вот всю анимацию. И в принципе на этом наш урок подходит к концу. В этом уроке мы с вами создали общий дизайн для нашей игры и уже начиная со следующего урока мы начнем все это программировать. На этом же у меня все. Надеюсь урок вам понравился. Если так, то не забывайте подписываться на канал, а также вступать в наши соцсети. Все ссылки на них будут в описании к этому видео. У меня же на этом все. До скорых встреч. Пока.